Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас 20-е, кажется, да? Не ошибся, все время в последний момент вспоминаю, какую дату надо назвать, желательно назвать верную. 20 апреля 2023 год. Мы сегодня будем говорить о Кипре, причем не только о недвижимости, и будем говорить о Кипре с управляющим партнером Cyprus Sotheby's International Realty Анастасии Яне. Добрый день, дорогие друзья, очень рада. Я прошу прощения за, может быть, не всегда хорошее качество картинки с моей стороны. Судьба закинула меня сейчас на некоторое одоление от Петербурга, но ничего, надеюсь, все будет нормально. Традиционно у нас работает чат, сейчас я как раз проверю. Да, он работает, а он за окном садятся самолеты, может быть, вы даже немножко слышите. Немножко их слышите. Но изначально мы говорили, планировали, безусловно, говорить о недвижимости в первую очередь, но в последние дни с Кипра приходит очень много разных новостей, не осветить которые и не уделить которым особое внимание было бы просто неправильно. Настя, тогда вопрос просто... Суть понятна, да, вроде говорят о закрытии массовым или не массовым счетов россиянам, о некоторых условиях, что-то известно, что-то просто слухи. В двух словах, как эта ситуация сейчас видится с Кипра. Друзья, если есть вопросы, конечно, сразу задавайте, контакты Анастасии в чате опубликуем. Да, конечно, естественно, сейчас практически со всеми нашими клиентами и нашими партнерами мы обсуждаем то, что произошло. И в двух словах, что произошло, что произошла автоматическая рассылка всем клиентам одного из банков кипрских, банка Кипра, у кого есть российское гражданство и у кого есть счета. И текст письма состоял таким образом, что мы вам рекомендаем, что в течение двух месяцев в соответствии с новыми правилами банка мы закрываем ваши счета. Конечно же, после этого появилась достаточно... То есть произошла эта рассылка, все сразу же, естественно, удивились, поразились и начали выяснять. То есть даже сейчас, дорогие друзья, я вам не смогу сказать, что вот то, что я вам скажу, это вот сто процентов, и это так и будет. Потому что даже сотрудники банка не могут дать полную информацию. Но что мы понимаем сейчас? Во-первых, первый этап состоит в том, что достаточно много счетов открыты у людей, у кого нет вообще никакой связи с Кипром. То есть даже у нас есть люди, которые владели недвижимостью 10 лет назад, продали уже эту недвижимость, даже не приезжают на Кипр, а счет остался. То есть такие люди, я думаю, что они и сами уже заинтересованы в том, чтобы счета закрыть. Второе, что мы узнали, что, конечно же, банк всегда будет смотреть на те параметры, каким образом вы связаны с Кипром. То есть первое, то, что самый, наверное, важный, и вообще, ну, он тот компонент, который мы считаем, что, ну, как будет всегда, да. То есть если вы реально живете на Кипре, то у вас есть недвижимость, у вас есть счета за электричество, за воду, то тогда вы уже считаетесь постоянным жителем Кипра. То есть даже юридически эта категория подразумевает, что вы живете на Кипре больше 183 дней. То есть если ситуация такая, то я думаю, что беспокоиться не стоит. Вторая категория людей – это те, которые не живут постоянно, они приезжают, уезжают. И тогда, конечно, мы тоже опять предполагаем, что будут рассматриваться следующие факторы. У вас есть вид на жительство на Кипре, у вас есть недвижимость на Кипре, возможно, у вас есть налоговый номер на Кипре. И вы знаете, вот этот момент по налоговому номеру сейчас достаточно много обсуждается, потому что вы можете получить налоговый номер даже по факту владения недвижимости. То есть не имея ВНЖ и не имея там ПМЖ, или все-таки надо его иметь? Это связь, здесь можно и без этого, но все-таки мы как, насколько мы видим, что, конечно, если у вас есть официальная категория, то это поможет. Еще раз, дорогие друзья, я хочу еще раз сказать, что вот официального заявления из банка, что вот вам нужно сделать это, 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 и тогда вопросов не будет, к сожалению, нет. Поэтому мы судим по фидбэку от наших клиентов, которые уже прошли, и части наших клиентов сказали, ничего страшного, не переживайте, принесите utility bill свежий, это счет за электричество и воду, и все будет в порядке. Тогда вот все-таки совет, ну, понятно, пугаться – это самое последнее, самое худшее, что можно сделать в такой ситуации. Что вы делаете? Вот окей, вот обращается к вам клиент, который в данный момент на Кипре может и не находиться. Что вы с юристом отправляете его в банк, вы отправляете какой-то запрос, как быстро приходит ответ и так далее? Ну, в данном порядке первое, что мы рекомендуем, это связаться с личным банкиром, потому что у каждого владельца счета есть контактное лицо в банке, и по правилам предоставления конфиденциальной информации нам даже не дадут информацию, да, то есть даже если мы обратимся от имени клиента, банковские сотрудники не имеют права давать нам какую-то конкретную информацию. Поэтому первое, что мы рекомендуем, и мы даже помогаем составить письма в банк, это связаться и сказать, что вот у меня лично вот такая ситуация, вот я прикладываю, например, контракт владения, я прикладываю копию своего вида на жительство, я прикладываю последний счет за электричество или за воду, вот, пожалуйста. Но даже если, например, этих документов нет, вам в любом случае первое, что нужно сделать, это связаться с банком. Я правильно понимаю, что, ну, формально пока ни одного счета не закрыли, потому что там вроде два месяца, да, давали этот срок? Да, то есть я не могу, конечно, говорить сейчас, что закрыли или нет, но речь шла именно о том, что у всех людей есть два месяца для выяснения обстоятельств каждой конкретной ситуации. Если мы говорим о, ну, тут еще, например, вчера прочитал такую новость, что там президент Кипра заявил, что мы будем более внимательно следить за, там, ну, со соблюдением санкционного режима, и понятно, что, ну, значительное число, там, может быть, даже абсолютное большинство клиентов или покупателей недвижимости на Кипре к санкциям вообще не имеют никакого отношения, ну, по крайней мере, с точки зрения того, там, как они зарабатывали, и тем более, если я правильно понимаю, например, если ты зарабатываешь за пределами Кипра на аренде, тут проблемы вообще, ну, вроде как, пока, по крайней мере, нет. Мы говорим про ту ситуацию, которая на 20 апреля. Но что вообще говорят, то есть, как бы, насколько эта ситуация вас лично, тебя лично пугает, затрагивает, беспокоит, составляет что-то как-то действовать? Ну, вы знаете, я думаю, Фил, и ты со мной согласишься, и все слушатели согласятся, что последний год мы уже, ну, практически ничему не пугаемся, да, потому что мы понимаем, что это на самом деле в текущей ситуации, но как мы понимаем, что эти действия со стороны всех других стран, они оправданы, да, то есть это не то, что, ой, почему, как, да, то есть мы понимаем, что это оправданное действие. С точки зрения Кипра, конечно, у нас был недавно новый триггер, да, когда в американские санкционные списки попали кипрские юристы, которые работали с, ну, как считается, с теми олигархами, которые поддерживают режим, да, и это первый раз, когда такие достаточно высокие имена попали в санкционный список. Конечно же, это не, ну, как, мы государство, и у нас не забываем, что у нас новый президент, у нас новая администрация. Они не могли так сказать, что, ой, мы не будем обращать внимания. То есть, конечно же, они обязаны отреагировать. И какая была реакция? Реакция была такая, что Кипр подписался, что они будут следить больше за соблюдением санкций. То есть это не то, что вот мы теперь побежим впереди паровоза и будем какие-то личные свои делать. Нет, только те санкции, которые приняты, мы будем более внимательно соблюдать. И я хочу напомнить опять, что, конечно, мы говорим, ты правильно говоришь, по информации, которая у нас есть на 20 апреля. Мы знаем, что россиянам не запрещено владеть недвижимостью и не запрещено жить, если у них есть соответствующие документы в других странах. То есть это касается только тех клиентов, инвесторов, компаний, которые в санкции. Понял. Ну, то есть главный резюме, это в любом случае связывайтесь с банком, возможно, с помощью вериста, возможно, самостоятельно. И дальше каждый кейс, он в той или иной степени индивидуален, поэтому нужно будет смотреть. Хорошо. И опять я просто скажу, что, дорогие слушатели, если среди вас есть кто-то, кто затронут этой ситуации, вы можете совершенно комфортно обращаться и ко мне, и в нашу компанию, и мы в любом случае вам поможем составить письмо в банк или проконсультируем по этой ситуации. Окей. Ну, давайте тогда посмотрим. Жизнь, она как бы не стоит на месте все равно. То есть как бы есть вот эти события, которые произошедшие, которые будоражат так или иначе. Но есть важный момент, о котором часто сейчас говорят, что ключевые, ну, определенные трудности могут возникнуть, если мы не берем, естественно, тех, кто находится официально под санкциями, у тех, кто с Кипром, по-моему говоря, никак не связан. То есть у него, ну, когда-то был счет, то есть он есть и сейчас, но как бы счет, что называется, мертвый или, например, на протяжении какого-то времени человек на Кипре не был и приезжать не собирался. Соответственно, мы приходим к ситуации, что если человек активно в той или иной степени живет на Кипре, степень активности, ну, тут можно обсуждать, но, по-моему, это, к сожалению, тоже бессмысленная история. Кто-то, можно сказать, там, три месяца, кто-то пять, кто-то шесть. С законной стороны в этом нет. Потому что, например, как я понимаю, ведь с ПМЖ ты вообще можешь, ну, словно говоря, жить, можешь не жить, то есть можешь бывать там совсем чуть-чуть. Да, то есть смотрите, именно как раз, и я не знаю, скажи, если что нужно, когда мы поставим презентацию, то есть смотрите, пока по той информации, что мы видим и как мы ощущаем эту информацию изнутри, что первая часть, это действительно будет отсев тех людей, которые реально связаны с Кипром и тех людей, которые не связаны. Опять-таки, если каким-то образом вы связаны с санкцией, ну, ребят, извините, вы понимаете, что это везде уже, ну, как, скажем так, дохлый номер. Ну, да, но это прослеживается, собственно, да, я думаю, что эти люди просто уже живут такой жизнью, да. А если мы говорим, что, ну, вот если мы реально рассматриваем вариант, что у нас мы можем показать связь, то действительно, например, категория ПМЖ, которая сейчас самая популярная, и в свете этих событий мы, например, считаем, что, конечно же, ПМЖ Кипра становится еще более ценным. И опять это не только связано с Кипром. То есть опять, если среди наших слушателей люди, которые рассматривают разные юрисдикции, мы же видим, что эти новости не только с Кипра. То есть у нас и в Дубае сделали новое объявление, и Швейцария делает периодические объявления о том, что для того, чтобы продолжать работать владельцам, россиянам, необходимо показать европейский вид на жительство. То есть если каким-то образом жизнь, бизнес, планы связаны с тем, что, возможно, мы рассматриваем какой-то запасной аэродром или у нас бизнес каким-то связан, то, конечно, ПМЖ Кипра является очень удобным и правильным, пожалуй, шагом. И ты совершенно верно говоришь, что если мы говорим про ПМЖ через инвестиции, то условия программы предусматривают, что вам нет необходимости проживания на Кипре. Понял. Хорошо. Давайте тогда вот о чем поговорим. Во-первых, сейчас, безусловно, пройдемся и по презентации, потому что там очень много всего интересного. Но, собственно, тот набор фактов, когда просто все равно слухов мы ими тоже вынуждены оперировать, то, что мы обсуждаем сейчас, оно приводит к следующей мысли, что Кипр, ну и то, что я, по крайней мере, слышал тоже от нескольких своих знакомых, которые с этой ситуацией в той или иной степени столкнулись. Кипр заинтересован в тех, кто пользуется ПМЖ для того, чтобы на Кипре жить в той или иной степени. Сроки конкретно и не называются, но все равно. То есть получил, не приезжал, не приезжал, не приезжал, просто переводил деньги. Вот эти, говорят, товарищи в зоне риска. Дети учатся нам в кипрских школах, ты периодически нам наведываешься, вероятность каких-то запретов и ограничений, она существенно ниже. Соответственно, мы приходим к мысли, что вот эта история жить на Кипре, это уже не для галочки, это уже фактически. Да. Но ты знаешь, я здесь хотела бы заметить, что мы видим это и в реалиях. То есть, например, прошлый год он был очень активным и начало этого года очень активным с точки зрения интереса к программе ПМЖ. Если раньше программа ПМЖ рассматривалась сугубо как, ну, может быть, в будущем, ну, пусть будет, ну, постоянный вид на жительство для всей семьи, отлично. Но сейчас мы видим, что примерно 50%, если не больше, людей фактически рассматривают переезд и проживание. И опять-таки здесь получается, что мы уже, с одной стороны, это очень интересно и очень классно, потому что мы можем смотреть на Кипр холистический, не только как, что вот, ой, ну, мы получим иммиграционное разрешение, а именно мы смотрим уже, смогу ли я здесь жить, сможет ли здесь жить моя семья, как эта страна сравнивается по отношению с другими опциями, насколько мне здесь будет комфортно. То есть уже, как бы можно так сказать, даже немножечко более здоровый интерес даже к недвижимости происходит. Я, как раз, вот, да, эту мысль, собственно, тоже, да, хотел бы подчеркнуть. Поэтому давайте сейчас поговорим, собственно, о вот этой истории жить на Кипре. И начнем просто с презентации, пройдемся по ней. Друзья, коллеги, какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Традиционно, да, запись с вебинара будет и статья будет. Итак, начинаем. Ну, о компании, собственно, мы не первый вебинар проводим, собственно, информация она есть, поэтому я ее пропущу, мы в конце чуть-чуть об этом поговорим отдельно. Абсолютно. Да, и тогда, соответственно, я просто сейчас коснусь, да, вот этой истории. Сейчас вот она, я ее где-то видел, она просто очень-очень ценная. Вот, например, с этого, да. Ваши ощущения, собственно, ну, жизнь на Кипре. Здесь какие-то примерно цифры приведены, но, тем не менее, жизнь сейчас дорожает. Насколько сильно это изменилось, скажем, за год? Ну, конечно. То есть, и еще раз я хочу сказать, что, ребят, опять-таки, если вам интересен Кипр, пожалуйста, запросите презентацию, потому что там очень много полезной информации. По стоимости жизни тоже сразу же делают такой дисклеймер, что мы с вами прекрасно понимаем, что один человек может потратить тысячу евро, другой человек может потратить десять тысяч евро. То есть, у всех разные запросы, но это хороший ориентир, и мы постарались взять именно такие параметры, которые, ну, более или менее стандартные, да. Потому что, опять-таки, например, обед в ресторане может быть и гораздо больше. Но, возвращаясь к твоему вопросу, за прошлый год, конечно же, стоимость жизни увеличилась, да. Но я не могу сказать, что это прямо увеличилось в разы, да. И, опять, за счет того, что Кипру все-таки повезло, да, что мы достаточно теплая, ну, не достаточно, а очень теплая страна. То есть, у нас вот все эти расходы на обогрев, на все энергетические расходы, то, что больше всего выросло, нас затронуло чуть меньше, да. Потому что, опять, ребят, когда у нас на улице плюс восемнадцать, как-то об этом-то не так сильно... Ну, попроще, да. Да, как-то попроще, да. То есть, поэтому, опять-таки, Кипр не самая дешевая страна. И нам необходимо это понимать. То есть, если с Египтом или с Турцией, то Кипр дороже. Но если мы сравниваем с европейскими странами, то это же, конечно, гораздо дешевле проживать. И проживать, самое главное, комфортно. Потому что на Кипре для комфортной жизни нужно чуть-чуть поменьше денег. И вы знаете, это подтверждение идет не только от меня. Мы видим большое увеличение спроса не только от русскоязычных клиентов. Мы видим колоссальное увеличение спроса со стороны немцев, со стороны англичан, со стороны скандинавов. Опять, почему качество жизни? Я просто уже вижу, пришло несколько запросов на презентацию. Давайте сделаем следующим образом. Мы как раз контакты сейчас с Анастасией опубликуем. И вы просто можете обратиться, написать любым способом. Я думаю, что, Настя, не откажешь, и презентацию пришло. Абсолютно, с удовольствием. То есть можно и в Телеграм, можно и в Инстаграм, где удобнее. Вот об этом тоже давайте поговорим чуть подробнее. Дело в том, что Кипр, налоговая гавань, такой расхожий довольно термин. Возможно, именно последние события заставляют чуть внимательнее оценить, насколько это так. Несколько моментов. Вот этот кадр, я думаю, правильно будет прокомментировать. И вы знаете, что здесь, во-первых, первое, что нужно сказать, и это становится все более и более важно. Опять-таки, как эксперты в недвижимости, я всегда смотрю, что происходит и с другими юрисдикциями. И я смотрю, как другие страны реагируют. То есть, например, мы понимаем, что Кипр – это не офшорная юрисдикция. Кипр – это полностью чистая юрисдикция, которая принимается везде. И если вы открываете компанию на Кипре, то это становится полностью европейская компания, где вы можете вести бизнес везде, как европейская компания. Поэтому, когда мы говорим про налоговый рай, мы не говорим про какие-то серые схемы, мы не говорим про какие-то структуры, мы говорим про абсолютно чистое налоговое законодательство. И разделим на две части. То есть, первая часть – это налоговые преимущества для физлиц. То есть, вот вы просто переезжаете. Что для вас становится важным? Для вас становится важным, вот первая колонка, где у вас очень много нулей. То есть, первое, что на Кипре, если вы переезжаете и становитесь налоговым резидентом Кипра, то на ваш пассивный доход у вас в течение последующих 17 лет будет нулевая ставка. То есть, из-за этого мы видим большое количество людей, опять-таки, не только из России, со всего мира, которые выбирают Кипр. Конечно же, из тех стран, где есть соглашение об избежании двойного налогообложения. На Кипре нет налога на недвижимость, что у вас есть, и мы покажем там дальше в слайдах, какие у вас есть текущие налоги, да, но налога на недвижимость нет. И на Кипре нет налога на наследство, да, то есть это тоже очень важный момент. Если вы переезжаете и у вас, как бы, пенсия, то у вас, опять-таки, вы можете выбрать платить по кипрскому законодательству, и ставка составляет 5%. Но мы с вами также постоянно слышим, и это действительно так и есть, то, что на Кипр перебирается большое количество компаний из-за налогов в том числе. И корпоративный налог на Кипре составляет 12,5%. Но если мы говорим про IT-компании, и здесь я просто снимаю шляпу перед теми IT-компаниями, которые уже переехали на Кипр, и которые сейчас делают огромные шаги для того, чтобы сделать Кипр, у нас даже есть ассоциация, называется Tech Island, то есть в переводе это будет, ну, как технологический остров, то есть чтобы собрать на Кипре лучшие IT-компании, лучшие стартапы, и государство сделало все для того, чтобы это было выгодно. То есть вот только как бы ради, ну, потому что это опубликованная статистика, в прошлом году на Кипр переехало больше тысячи компаний, и очень многие из них, конечно же, IT. Хорошо. Про налоги, ну, более-менее понятно. Понятно, что все равно подробные разговоры, это уже в частом порядке, едва ли мы тут можем все случаи рассмотреть. Давайте посмотрим чуть дальше, тем более, к нам сейчас уже поступило несколько вопросов. Вопросов. Сейчас я, вот, вот этот кадр хотел бы показать по поводу видов на жительство. Вот сразу вопрос, постоянный вид на жительство категория F, но фактически вот в пандемию F не выдавался. Выдается ли сейчас? Что это вообще такое? Несколько слов давайте с этого начнем. Ну, вы знаете, так как опять я все-таки не юрист, и я не буду утверждать, что комиссия не собиралась или не собиралась, но когда я увидела эту информацию раньше, потому что я слышала об этом тоже, но как мне юристы кипрские сказали, что нет, выдаются категории F. Опять-таки, Валерий, давайте я запомню ваш вопрос, и я уточню уже прямо наверняка, чтобы точно вам сказать. На Кипре существует... Ой, извини, Фил. Да-да-да. Ну, хорошо, с категорией F более-менее понятно, просто что есть категория F для тех, кто просто, может быть, не в курсе. Пару слов об этом. Да, смотрите, вот как раз я расскажу. То есть, по большому счету, на Кипре есть, опять-таки, для того, чтобы легально находиться на Кипре не европейцам, вам необходимо получить иммиграционный статус. Обязательно, да, то есть вы не можете, по визе вы можете находиться очень ограниченное количество времени. И у вас есть выбор, либо постоянный вид на жительство, либо временный. Разница в названии. Либо то, что вам нужно продлевать, либо то, что вам продлевать не нужно никогда. И у постоянного вида на жительство есть два основных типа. Первое – это то, что постоянный вид на жительство через инвестиции, то есть то, что называется ускоренная программа, или вот сейчас все уже оперируют, что программа 6.2, и программа, и категория F, которая тоже, я понимаю тебя, Фил, ты так много в этой теме, что действительно категория F, это же понятно, да? И вторая категория, которая не привязана непосредственно к какой-то сумме, да, то есть там тоже необходимо выполнить определенные параметры, но давайте вот первое – это то, что самое популярное, да? И то, что сейчас просто на подъеме, и то, что сразу же могу предупредить вопрос, потому что, конечно, все тоже очень много, ну как, как-то ужасы нашего городка-то никто не отменял, то есть очень много говорят, ой, не выдают, ой, не выдают. Выдают, да, то есть у нас наши клиенты получили, выдают не так быстро, как раньше, то есть у нас сейчас занимает, наши клиенты получали после 6 месяцев рассмотрения, да? Раньше это начиналось 2-4, да? Чем же, не вижу. Давайте я быстро-быстро расскажу про эту программу, потому что она прекрасна. Если бы еще был Кипр в Шенгене, то тогда вообще бы сравнений для этой программы не было, да? Но я, кстати, знаешь, боюсь, что если бы Кипр был в Шенгене, тогда бы ее очень старались закрыть, потому что я так понимаю, это как раз в данном случае маленький плюс Кипра, ну, потому что все равно, как бы, ребят, если вы потом захотите в Европу, вас все равно будут как-то проверять, то есть это такой момент. Абсолютно. Но одновременно с этим, то есть вот я могу сказать, даже, например, вот по моим родителям, да, которые тоже живут на Кипре, у них вид на жительство. Для получения визы в Шенгенскую зону мы просто едем в Некосию, и на основании вида на жительство на Кипре это процесс гораздо, он вообще просто процесс, да? Но поговорим про ПМЖ. Итак, что здесь очень важно, да? Очень важно, первое, что у вас вы получаете ПМЖ на всю жизнь, то есть это не как в Португалии или в Греции или в Испании, где временное, которое потом становится постоянным. Тоже ничего страшного, но вдруг правительство изменится, и они скажут, все, временное больше постоянным не становится. Здесь это постоянно на всю жизнь. Вторая часть, которая мне очень нравится, это то, что это для всей семьи. Для вас, для вашей жены или мужа, для ваших детей до 25 лет, и для родителей и ваших, и вашего супруги. Окей, я человек семейный, я очень ценю эту часть, а сейчас опять-таки за одну инвестицию вы получаете как бы страховку для всей семьи. Что еще очень важно, что на сегодняшний момент вам не нужно ни собеседование, ни медицинское обследование, ничего. Опять, в свете последних банковских событий, может быть и лучше, если вы будете жить на Кипре, но если нет, то тогда вам нет необходимости приезжать. То есть требование посещать Кипр один день каждые два года, и налоговые последствия отсутствуют. Я хотел один момент просто еще уточнить, как-то мне в голову это не приходило. Сейчас вот, когда говорят, что приходит сообщение о закрытии счета, это же никак не означает закрытие, то есть прекращение ПМЖ, то есть это разные вещи. Конечно, если закроют счет, все равно хорошего мало, но ПМЖ тебя вроде так не лишают, по крайней мере, об этом не говорили. Нет, 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 это абсолютно не связано. И вы знаете еще один момент, который мы тоже уже обсуждали. Ребят, во-первых, на Кипре у нас не единственный банк, то есть банк Кипра это не единственный банк. Хотя опять мы, конечно, ожидаем, что еще пара банков сделает то же самое. То есть если у вас счет в Хеленик, я думаю, что тоже ожидайте, что письмо счастья прилетит скоро. Но есть другие банки. То есть если у вас нет необходимости иметь счет на Кипре, вы можете прекрасно обходиться счетами в других юрисдикциях. То есть даже если у вас есть недвижимость, вы можете счета оплачивать напрямую. За воду, за электричество вы прекрасно можете оплачивать онлайн, конечно же, если у вас карточки, которые принимаются в Европе. То есть вы знаете, это не то, что вот все, ох, крах, 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 в одном банке закрыли счета. То есть вот ну просто возвращается. Я просто сейчас включил презентацию, да, с кем, чтобы... Отключил презентацию, чтобы тебя можно было лучше видеть на бочке на экран. Да, потому что я сильно жестикулирую. Не-не-не, так хорошо как раз, окей. Кстати, просто несколько сразу вопросов. Вдогонку, как раз сейчас зрители наши в количестве эти вопросы написали. Если есть паспорта России и Турции, турецкое гражданство сейчас очень популярно. Как при покупке недвижимости на Кипре будет влиять наличие двух паспортов? Показывайте, лучше показывайте русский. Все-таки, ребят, история Кипра и Турции, это не самая простая история, да, то есть оккупированная сторона, она и продолжает быть оккупированной, что лучше идите на русском паспорте. Но если то, что у вас будет Кипр, ой, турецкий паспорт, вас никаким образом не ограничит. То есть не то, что вам скажут, что нет. Нет. Есть ли ограничения на покупку недвижимости и или получение ПМЖ со стороны работников санкционных компаний, чей доход был получен при работе в них? Ну, условно говоря, работал в Сбербанке на хорошей должности. Ну, понятно, пример это один, таких примеров миллион сейчас может быть. Вы знаете, Павел, к сожалению, что будет, скорее всего, что вы даже не сможете дойти до подачи заявления. Потому что для подачи заявления вам нужно показать, что вы, а, купили недвижимость, и как бы здесь ограничений пока нет, да, но самое главное, вам нужно показать, что вы оплатили эту недвижимость, а банки у вас, к сожалению, не примут деньги. Так, тут такой момент, а если я работал в какой-то компании до того, как она, ну, там санкции были введены, там, ну, слава говоря, в 22-м году, да? Смотрите, здесь, вот мы тоже, опять, потому что, к сожалению, банковские сотрудники часто непредсказуемые, да, то здесь мы скажем, если мы будем работать с вашим кейсом, то мы скажем, что давайте мы сначала проверим с банками, примут или нет, да, то есть тогда мы напишем объяснительное письмо в банк, и здесь это уже будет на рассмотрение. Я бы сказала, что либо-либо, но опять, есть санкционные компании и есть сильно санкционные компании, то есть здесь это тоже нужно смотреть все-таки более конкретно. Окей, и еще один тогда вопрос про депозит 30 тысяч на 3 года для ПМЖ, вот эту историю? Уже не нужно, то есть если мы говорим про скоростное получение ПМЖ через инвестиции, депозит уже вам не нужен, это отменили, если я не ошибаюсь, пару лет назад, но вам нужно показать в обязательном порядке, что у вас есть доход, опять-таки, на 30 тысяч плюс. Но этот доход, если я правильно понимаю, он должен быть за пределами Кипра, даже не может, а должен быть за пределами Кипра. Да, он должен быть, да. То есть как раз вся программа 6.2, она построена на том, это как программа привлечения иностранных инвестиций, и вам нужно перевести деньги из-за границы, и один из документов, это как раз-таки подтверждение того, что вы перевели деньги из-за границы, и вам необходимо показать стабильный доход. Ну вот я сейчас смотрю, презентация действительно очень ценная, поэтому тут подробно рассказаны вот все вот эти такие основные базовые моменты. Я думаю, что мы, ну, просто уж совсем уж подробно на них останавливаться не будем. Я бы вот о чем тогда хотел сказать. Сейчас один момент, вот, не про процесс покупки, вот, вот это вот. Есть такая совершенно дивная история. Ну, я так понимаю, это такой некий виш-лист, да, или, ну, как по-другому его можно назвать, некий такой тест, который должен пройти человек в несколько шагов, понимая, что он заинтересован и в проживании на Кипре, ну, и, соответственно, в покупке недвижимости. Вот, ну, можно, может быть, не углубляясь в какие-то особые детали, как бы ты сейчас видел этот процесс, как его построить, и мы можем даже, ну, то есть презентация-то есть, но так мы можем с тобой просто сейчас поговорить об этом вне формата презентации. Да, то есть вы знаете, что вот, как бы, на этот принцип работы нашей, что мы очень внимательно относимся к тому, что мы делаем. И понятно, что как агентство недвижимости наша ценность – это наша экспертность и возможность помочь вам выбрать ту недвижимость, которая нужна именно вам, да. А для этого, конечно же, нужно ответить для себя на достаточно много вопросов. То есть первый этап всегда нашей работы – это личный созвон, онлайн-созвон, детальный созвон с экспертом по недвижимости, где мы как раз и обсуждаем эти вопросы, да, потому что покупка недвижимости за рубежом, переезд за рубеж – но это огромный шаг, да. То есть я живу на Кипре уже 20 с лишним лет, я обожаю этот остров, да. Но я прекрасно понимаю, что эта страна может быть не для всех, может быть, есть, вернее, не может быть, а точно есть моменты, которые необходимо учитывать. И мы очень часто, я сама много работала в продажах, да, и очень часто у нас вот человек приходит, и вот он нарисовал себе в голове картинку, которая на самом деле не ответит на его запросы, да, то есть человек хочет, я не знаю, что вот я хочу жить в горах, да, но у меня пятеро детей, которых мне нужно возить в школу, да, кого будут кружки и так далее, и так далее. И мы именно поэтому создали такой чек-лист для, именно для, ну, как, работы с собой, если можно так сказать. И первый вопрос, действительно, какие задачи я хочу решить этой покупкой, да. То есть мы действительно к этому, и это, я сейчас, Фил, обратила внимание, что это прямо как в психологических тренингах у нас, определите цели и предпочтения, но это так и есть, да, то есть почему я хочу купить, какие районы, здесь тоже очень важно, да, что мы работаем по всему Кипру, то есть это и Пафос, и Лимасол, и Ларнака, и Ая-Напа. Если вам интересно, на нашем YouTube-канале у нас есть потрясающий вебинар, который мы делали, именно про разные регионы, да, то есть мы всегда хотим дать очень много информации всем людям, которые рассматривают этот шаг. Ну, конечно же, бюджет, тип недвижимости, дополнительные пожелания. И здесь вы знаете, что это действительно прямо, ну, вот такой wish-лист, список хотелок, что я хочу. Я вот тут просто пролистаю сейчас действительно несколько кадров, просто я, ну, еще раз, понятно, что мы глобально уж не будем погружаться сейчас в оценку каждого критерия для каждого конкретного человека, собственно, это и не наша задача, но просто чтобы было понимание, что действительно и вопросов, и кейсов тут много. Да, да. Я хотел бы тогда еще один момент ответить вот про эту историю. Даже нет, вот сейчас, где же она тут была, где-то только что видел замечательный кадр про ликвидность и доходность. Вот, я думаю, это вот здесь. Нет-нет-нет. Следующий. Вот этот вот. Да. Вот несколько слов об этом. Ну, понятно, что есть как бы такие универсальные критерии, да, которые говорят, что там понятны все плюсы там условной первой линии, понятны все минусы условной первой линии, но Кипр сейчас как бы динамически развивается, и можно представить, что некоторые те критерии, которые там были актуальны 5-7, а уж тем более 10 лет назад, сейчас, может быть, не столь важны. Можно несколько слов об этом? Там вот тенденции даже не самого рынка недвижимости Кипра, а вот влияние всех изменений на выбор потенциальных покупателей. Вы знаете, я вообще эту тему очень люблю, да, то есть я люблю новую недвижимость. Я из тех, кто вот прямо реально я люблю недвижимость. Например, сегодня мы смотрели презентацию на запускается новый проект, и мы были на площадке, и вот просто я вот пришла в восторг. То есть я действительно копаюсь, и даже, чтобы сказать, например, моя диссертация была по поводу того, живем мы или мы в период property bubble, пузыря. То есть поэтому, смотрите, по большому счету, вот здесь опять, от самых основных правил мы не можем уйти, а есть правило основное – это спрос и предложение. Кипр – маленький остров, да, то есть, ну реально, он прекрасен, но он совершенно небольшая страна, и поэтому, когда спрос больше, чем предложение, цены растут. И, конечно же, есть какие-то, вот прямо, как ты правильно сказал, Фил, универсальные показатели. Если мы покупаем недвижимость, где можно пешком дойти до моря и до инфраструктуры, она всегда будет дороже, чем недвижимость за 3 километра от моря. Всегда. Причем опять, даже первая линия, так как сейчас цены очень высокие, то есть да, спрос есть, но он все-таки, ну как, меньше, чем то, что в пешеходной досягаемости. Например, в прошлом году и сейчас какой сегмент недвижимости рос больше всего? Конечно же, то, что подходит под программу ПМЖ. То, что было в районе 300 тысяч, да, и сейчас мы видим, что если в прошлом году, к примеру, возьмем, ну, лимассол, да, то есть в пределах 300-500 тысяч мы могли купить, ну как, достаточно в пешеходной досягаемости, сейчас 300-500 мы уже идем все дальше и дальше от моря, да, то есть вот это первый параметр. Качество строительства очень важно. И, что я чему очень рада, с каждым годом качество строительства улучшается. И у нас сейчас, например, я бы даже сказала, что есть просто два разных рынка, рынок вторичной недвижимости и рынок первичной недвижимости, они по ценам сильно отличаются, но они и по качеству отличаются очень сильно. Внутренняя инфраструктура, это нам пандемия показала, да, что если раньше до пандемии, до локдаунов, все считали, ой, ну что у нас там спортзал, ой, ну что у нас детская площадка, что нам тяжело дойти, что ли, 10 минут. А нет, закрыли локдаун, поэтому если у вас спортзал в доме, то это, конечно же, гораздо лучше. Следующий, как раз, тут есть пара вопросов. И я думаю, что, во-первых, вопрос, можно ли подавать на ПМЖ с контрактом застройщика, у которого есть только разрешение на планирование, но нет разрешения на строительство? Можно. То есть, смотрите, для того, чтобы вам подавать на ПМЖ, вам необходимо, чтобы у вас договор купли-продажи был зарегистрирован в земельном управлении. Это, ну как, эквивалент земельного кадастра. И это самая важная процедура защиты ваших прав. То есть, вот вы подаете, вам обязательно нужен зарегистрированный договор, и как бы для этого вам договор регистрировать можно при наличии разрешения на планирование, а не строительство. Окей. А следующий вопрос, он как раз опять нас возвращает к презентации. Я сейчас, во-первых, ее включу. У меня сейчас это, видите, технически чуть сложнее. Раньше кликнул мышкой, а тут сейчас приходится работать не совсем в привычной среде. Значит, а вопрос следующий. Что происходит с пониженным НДС? Применяется ли он сейчас? И как раз у нас, соответственно, пара кадров следующих. Вот это они. То есть, смотрите, у нас по НДС, так как, Ирина, вы задаете по поводу пониженного НДС, сейчас как бы мы все приняли, что скорее всего это будет, ну не скорее, а что это будет меняться. Когда и каким образом, мы не можем сказать. То есть, что происходит на сегодняшний день, на 20 апреля, никаких поправок еще не принято. И на сегодняшний момент мы оперируем существующим законом, который вот у нас с левой стороны экрана, когда у нас полная ставка 19%, сниженная ставка 5% на первую недвижимость, если обязательно условие, то есть это не то, что это первая недвижимость, обязательно условие, что это первое, и для личного пользования. Под личным пользованием здесь подразумевается, что вы не будете сдавать в аренду. То есть в этом случае до сих пор вы можете получить 5%. То, что с правой стороны, вы знаете, мы поставили это на слайд, но на самом деле мы могли бы написать, что хотим, потому что сейчас очень много версий новых изменений существует, официально еще не принято. Еще один маленький момент, которому я тоже не буду долго цепляться, но это то, что уже было принято в ноябре 2022 года, и это больше относится к тому, что считается новой недвижимостью с точки зрения НДС. И сейчас считается, что недвижимость может облагаться НДС как новый объект в течение 5 лет после завершения строительства. Раньше точка отсечения была точка приемки, то есть когда человек принял в пользование. Но это просто информационно, пока даже не обращайте внимания, самое важное это вот 19 или 5. Окей. Ну, в любом случае, на что хотелось бы тогда обратить внимание, буквально несколько минут, мы еще не завершаем далеко вебинар, но просто обычно мы, наконец, всегда оставляем примеры некоторых объектов. Давайте сейчас о них поговорим, вот просто того, что сейчас есть на Кипре, и порядок цен, и некая такая вводная на этот счет. Ну да, вы знаете, опять-таки, конечно, в рамках презентации выбрать какие-то конкретные объекты достаточно сложно, поэтому я очень рекомендую, и так как консультации мы предлагаем бесплатно, мы лицензированное агентство. На Кипре по закону комиссию брокерам платят продавец, да, то есть это не то, что вот вы обратились, и мы сразу же счетчик включили. Нет. То есть мы с удовольствием проведем конкретно для вас консультацию, потому что объектов много. Рынок сейчас по хорошим объектам, рынок очень быстрый, да, то есть хорошие объекты и приходят, и уходят быстро. Вариант, например, вы можете купить прекрасную двухспальную, то есть трехкомнатную квартиру в Варнаке, 110 квадратных метров, 314 тысяч плюс НДС. Как правило, эти квартиры идут две спальни, два санузла, большая гостиная, столовая комната и кухня, и всегда будет, всегда квартира будет хороший балкон. А можно уточнить, вот все-таки, раз уж мы заговорили, ваше мнение вообще относительно Ларнаки, вот как что? Вы знаете, что я очень люблю на Кипре, каждый регион имеет очень ярко выраженную энергетику. И опять, здесь будет вопрос, вот первый, помните наш чек-лист, для чего вы покупаете на Кипре? Если вы говорите, что я покупаю сугубо, вот мне нужно ПМЖ, я хочу потратить только 300 тысяч, и я хочу получить максимум квадратных метров за эти деньги. Максимум квадратных метров за эти деньги вы сейчас получите в Ларнаке, да, то есть и в Лимассоле, и в Пафосе недвижимость будет дороже. Что в Ларнаке интересно, и я понимаю, почему ты говоришь об этом, потому что это, пожалуй, был город, но как менее... Я не хочу сказать менее развитый, это нехорошее слово. Ну, нехорошее, но эмоционально понятное. То есть туда прилетали и забывали, ну так. Да, да. То есть если, например, Лимассол – это финансовая столица, Пафос – это культурная столица и туристическая столица, да, то есть туда постоянно были инфраструктурные проекты. В Ларнаке как-то было их не так много. А сейчас туда заходит много новых проектов. Город растет, город изменяется. И поэтому, естественно, создаются ожидания, что если сейчас это дешево, то когда будет инфраструктура, может быть, рост будет чуть быстрее. Но так как, опять возвращаясь к своему тезису, что если вы покупаете для себя, то мы всегда структурируем показ таким образом, что мы вам покажем и Пафос, и Лимассол, и Ларнако, чтобы вы почувствовали, где вам комфортнее. Окей, ну давайте тогда вернемся к презентации. Значит, я ее еще раз включу. И тогда вот объект в Протарасе, вилла уже, ну там тоже есть вилла Ракиприи подорожая. Вы знаете, я так перелеснула Лимассол, но все-таки вернусь. Знаете, я почему перелеснула? Потому что, да, действительно, еще один проект не в центре города, где мы можем получить двухспальные за 300 тысяч, но все-таки это становится все меньше и меньше. То есть я понимаю, что девочки выбрали самые сладкие варианты, но я не хочу как бы создавать не совсем корректное ожидание. Так, и действительно, вилла в Протарасе, три спальни, у вас маленький участок, у вас отдельно стоящий домик с достаточно хорошей квадратурой, 460. По таким ценам вы можете найти домики и в Пафосе, и в Ларнаке тоже. И даже чуть-чуть за Лимассолом. Опять-таки, видите, вот прекрасная вилла в Пафосе. Окей. Ну и действительно, мы уже переходим к, опять возвращаемся к истории по завершении релокации, что делать дальше. Несколько слов давайте о медицине и об образовании, то, что людей может заинтересовать, интересует всегда, тем более, если уже ты решил переехать. Начнем с медицины. Абсолютно. То есть, вы знаете, вот это очень важный вопрос, и сейчас мы действительно уделяем этому внимание, потому что действительно одно дело, когда ты приезжаешь просто на дачу, и другое дело, когда ты уже переводишь семью, возможно, родителей, детей, ну и вообще, как бы, медицинское обслуживание очень важно. Смотрите, на Кипре сейчас работает потрясающая система национального страхования. Она работает недавно, и было очень много, как бы вообще, ну, как сомнений и скептицизма. Вначале работает программа, сейчас все очень довольны. И если вы получаете ПМЖ по программе 6.2, то у вас тоже есть доступ к этой программе. В чем самое главное преимущество? Ну, это становится очень дешево. Да, то есть вы реально платите 6 евро за посещение специалиста даже в частных клиниках. Анализы, операции, лекарства со скидкой, то есть это получается хорошее качество и очень доступно. По поводу качества медицины, я, если честно, считаю, что в любой стране мира есть хорошие врачи и есть не очень хорошие врачи. Клиники оборудованы прекрасно. Мне, например, повезло, у меня прекрасные врачи по всем тем областям, которые необходимы. Поделитесь контактом, если что. Конечно. Но это тоже часть, вот я считаю, что это часть нашей работы помочь людям адаптироваться, когда они переезжают, и сориентировать на местности. Если вы не пошли по программе 6.2, то у вас тоже есть, конечно, доступ к медицине, но там уже будет платная медицина, и вы частных клиник полно, и мне очень нравится. Вот маркетинг накопала эту информацию, она потрясающая. То есть вы только представьте, что какая высокая плотность врачей на Кипре, что среднее количество человек на одного врача всего лишь 245. То есть это вообще... Ну я не знаю, это хорошая цифра, не очень 245. Это же как у Высоцкого, там гинекологов одних как собак нерезаных, но это он про Израиль. Нет, я думаю, что даже в Израиле с их количеством врачей, людей на одного врача будет больше. И еще то, что я обожаю, я обожаю эту пословицу кипрскую, что на Кипре средняя продолжительность жизни у мужчин 82 года, а женщины не умирают вообще. Это приятно, да. Но опять, то есть смотрите, медицина на достаточно высоком уровне, то есть не буду говорить, это все-таки не Израиль, это не Германия, но медицина на достаточно высоком уровне. У вас есть либо платная медицина, 30-50 евро за консультацию, либо у вас есть доступ в национальную систему. Так. Хорошо, переходим давайте к образованию. Да. К образованию, опять-таки, это тоже важный вопрос. Вот вы переехали, переехали семью, и что делать дальше? На Кипре у вас будет, получается, три основных варианта, или три основных пути. То есть, во-первых, на Кипре образование обязательное. То есть вы не можете приехать с ребенком и сказать, ой, я типа, пусть он не ходит в школу. Образование обязательное. И именно поэтому у вас для всех граждан, независимо от гражданства, есть доступ в государственные школы. Но обучение на кипрском языке, ой, прошу прощения, на греческом. Кипрский – это диалект греческого. На греческом языке у вас… Ну, издержки, что называется. Да, у вас есть доступ к частным школам, и есть российские школы, которые дают российский аттестат, и есть английские, англоязычные школы, которые в основном идут по английским программам, и дети, соответственно, сдают экзамены, которые позволяют потом идти в американские или английские вузы. Сейчас, конечно, у нас, вы знаете, есть один момент, что тоже уже в самое ближайшее время он будет решен. Но, например, в прошлом, даже в прошлом году был такой момент, что во всех английских школах был waiting list. За счет того, что переехало единовременно такое большое количество людей, школы оказались не готовы. А сейчас и школы достраивают новые здания, и как бы увеличивается количество. Но самое важное, и это я говорю как мама двух детей, то есть что и в прошлом педагог по образованию. То есть что мне очень нравится в школах, вы знаете, то, что в массе своей дети вот утром идут в школу счастливые и с удовольствием идут туда. И они заканчивают школу и выходят из школы тоже счастливые. Они серые и зеленые. Так, у нас я вернусь к презентации. И на самом деле это действительно очень важно. По типу школ, вы знаете, что я только очень могу сказать, потому что российские родители, то есть тоже они как и китайские, много делают прессинга. Здесь в школах немножечко другое отношение. То есть они дают детям возможность учиться классно, но заставлять никто не будет. И это я считаю, что в современных реалиях это очень и очень правильно. Так, и давайте мы сейчас еще, если интересно, давайте проговорим по, если мы говорим про релокацию бизнеса. То есть предположим, что вы решили и переехать с семьей, и решили все-таки начать какое-то ведение бизнеса. На Кибре на самом деле очень многое сделано для того, чтобы сделать эту процедуру достаточно легкой. И уже несколько лет назад сделано даже отдельное отделение, которое работает для открытия компаний иностранцам. И, как я уже сказала раньше, это действительно очень востребованная опция. Вы можете открыть компанию, что дает вам право вести коммерческую деятельность в Европе, возможность сотрудничества с европейскими партнерами. И, конечно, еще очень много сейчас пользуется популярностью налоговый резидент Кипра. Опять-таки, если у вас есть есть компания, есть бизнес, вы можете получить эту опцию. И, что еще очень важно, почему, вот я уже упоминала, что в прошлом году переехало большое количество компаний, и они не только перевели, переехали сами, они перевезли большое количество сотрудников, которым законодательство позволяет достаточно быстро открывать рабочие визы. Фил, пока ты отключился, мы уже будем пробиваться. Да, я слышал тут, видел, уже перескочили на тему. Я, кстати, по этому вопросу хотел спросить, вот реальная ваша практика какая? Чем вы реально занимаетесь? Потому что одно дело продажа недвижимости, другое дело релокация компании. В чем здесь ваша миссия, назовем ее так? Ну вот именно открытием компании и как таковой все-таки релокацией мы не занимаемся, но я объясню, что мы делаем. Мы больше делаем по сути, то есть вот переезжает компания. Мы все-таки предпочитаем, чтобы эксперты занимались юридической частью, открытие компании, получение вида нажительства, а мы будем заниматься частью адаптации и релокации. То есть для компании мы подыскиваем офисы, мы подыскиваем жилье для сотрудников, если они хотят арендовать. Мы помогаем и вот точно так же ориентируем на местности по школам, садикам, аптекам, врачам. То есть куда бежать, если возникают такие вопросы? Насколько это сейчас трудно? Вообще я имею в виду, релокация не как процесс для бизнеса, а вот, например, опять же это только такие, знаете, слухи, что там, ну, под аренду помещения не найти, тем более, если переезжает компания там не в пять человек, а в двадцать, допустим, двадцать семей, что же не шутка, да? Как сейчас с этим? И одно дело, знаете, открыть дополнительный класс в школе, это сделать можно, а вот построить дополнительно еще один дом, чтобы там двадцать семей разместить, это история совсем другого порядка. Ну, мы опять возвращаемся к нашему балансу спроса и предложения, и в массе своей это не то, что вот прямо вот совсем не найти, да? Найти, но сейчас уже за более, за другие деньги. То есть, например, если мы говорим про коммерческие помещения, есть свободные коммерческие помещения, но если раньше была цена, я не знаю, там в Лимассоле двадцать евро за квадратный метр, то сейчас мы видим и сорок и пятьдесят. А за какие деньги, если мы говорим сейчас про аренду жилья, что сейчас здесь происходит? Окей, смотрите, в прошлом году, первая половина года, это был колоссальный рост, и он просто был громадный. И за счет того, что оно очень много единовременно приехало людей, мы чувствовали очень сильно недостаток. Сейчас тоже я не могу сказать, что прямо огромное количество, но недвижимость есть. И сейчас она на рынке держится чуть дольше, цены не упали, то есть они такие же высокие, как, например, в прошлом летом, но уже все это цены текущего дня. Окей. Ну, я думаю, что мы около часа проговорили. Во-первых, я попрошу контакты Анастасии еще указать, и все-таки, по сути, в ближайшие 5-10 минут завернуть еще раз все, о чем мы говорили, и подытожить. Значит, мне кажется, что, ну, поскольку мы вторую часть нашего вебинара посвятили тому, что как делается там то, другое, третье, как живется, как получается ВНЖ, это, по сути, лучший ответ на то, что, ну, в общем, формальных и фактических запретов сейчас нет. но еще разочек вернемся, может быть, не все успели к началу нашего вебинара. То, о чем мы говорили в самом начале, как к этому относиться, что делать, что не делать, мы имеем в виду информацию о закрытии счетов россиянам, не все слушатели наши россияне, но их большинство, и по поводу того, как, какие действия предпринимать, чего бояться, чего не бояться. Ну, вы знаете, опять, то есть, смотрите, мы говорим о том, помните, как несколько лет назад очень модное слово было substance, да, то есть, когда, если вы ведете компанию, вам нужно показать, что у вас есть что-то реальное, и похоже, что то же самое сейчас выходит и для физических лиц. Необходимо показать, что, во-первых, что у вас есть связь с Кипром, да, что у вас действительно, к примеру, есть недвижимость, или у вас есть ПМЖ, или у вас есть счета, которые вы оплачиваете, или вы в процессе нахождения, и так далее, и так далее, да, потому что, опять, банкиры не монстры, да, то есть, и несмотря на то, что директива спущена, первая часть, это именно отсеять мертвые счета, которые вообще никак не связаны, то есть, это первый момент. Второй момент, чтобы в любом случае не паниковать, что это пока только один банк, и даже если будет еще второй, третий, есть большое количество других банков, которые помогут вам вести жизнь на Кипре, скажем так. Ну, скажем так, быть более лояльны, ну, при том, что глобальные санкции, они соблюдают все равно. Абсолютно. Абсолютно. И здесь не забывайте еще, что каждый кейс индивидуален, то есть, именно поэтому первый совет, если вам пришло это письмо, связывайтесь с вашим банкиром. Мы готовы вам подсказать, проговорить, как бы на какие, что больше подсветить, там, скажем, в письме, да, но первый этап, вы связывайтесь со своим банкиром и действуйте дальше. Это первый момент. Еще один момент, связанный вот открытие счетов, закрытие счетов и получение постоянного вида на жительство. Ну, если мы говорим об этой формуле 6.2, то фаст-трак называли так, ну, 6.2, допустим, да, сейчас. Вот открытие счетов и получение ПМЖ, как эти моменты связаны сейчас? Они никак не связаны. То есть, получается, что вот это тоже отличный вопрос, потому что, смотрите, для того, чтобы вам получить этот вид на жительство, вам счет личный не нужен. То есть, в том-то и получается как бы очень интересный момент, что вы можете получить вид на жительство без открытия счета. И когда вам уже понадобится счет, у вас уже будет ПМЖ на Кипре, у вас уже будет недвижимость на Кипре, и с этими документами вы придете в банк, и дай бог, если не будет каких-то новых перетурбаций, счета будут открываться. Но еще скажу, почему. То есть, смотрите, я быстро проговорю цепочку, потому что это важно. То есть, вот, предположим, вы решили, что да, мне подойдет, мне подходит для решения моих задач ПМЖ на Кипре. То есть, первый шаг, вам нужно купить недвижимость. Это можно сделать либо онлайн, либо с приездом. Мы реально очень хорошо работаем онлайн, и очень четко, и очень аккуратно. Да, то есть, после этого вам нужно оплатить недвижимость, и деньги идут на счет застройщика. То есть, они не идут через ваш личный счет, они идут с вашего личного счета в любой стране мира на счет застройщика. Он показывает свит при том, когда вы оформляете документы. Через 6 месяцев вы получаете свой, дай бог, получаете свой ПМЖ, и уже с этими документами идете и открываете счет. Окей. Ну, и теперь вопрос все-таки к управляющему партнеру именно Cyprus Sotheby's International Realty. Что вы сейчас продаете? Вот это что? Сейчас там Ларнака пошла, или вдруг, например, сейчас виллы в Пафосе, как никогда. На что спрос, что в тренде? Окей. Смотрите. То есть, так как мы мы мультиязычная команда, то есть, у меня в команде мы говорим на 8 языках, у нас больше 20 человек продавцов, мы работаем по всему острову. То есть, сказать, что вот это идет, а это не идет, мы не можем. То есть, прекрасно идут, мы очень хорошо отражаем вообще ситуацию на рынке недвижимости в целом. На рынке в целом я могу сказать, что апартаментов продается больше, чем виллы. То есть, спрос на апартаменты, он выше не только среди россиян, среди израильтян, немцев, англичан и так далее. Ларнака популярна для немцев, израильтян. Лимассол как был популярен для россиян, так и остался. То есть, получается, что вот так однозначно сказать, что только это идет и нет, это сложно. Но, еще раз скажу, то, что идет под ПМЖ, улетает везде, во всех городах. Окей. Ну и тогда завершающая еще буквально история, пару слов еще разочек, о ПМЖ-6.2. Как сейчас делать, с чего начинать, тем, кто все-таки заинтересуется. Я напоминаю, что вы можете написать напрямую Анастасии, она вышла вам презентацию, в том числе с вопросами, на которые вы сами себе можете дать ответ перед покупкой недвижимости на Кипре. Несколько слов просто вот про текущее положение дела. Да, то есть, действительно, вы можете и в Телеграме со мной связаться, Анастасия, и в Инстаграме, и через вот наш корпоративный WhatsApp номер, и мы с удовольствием все вам поможем. Первый шаг – это сделать, опять, давайте сделаем онлайн бесплатную консультацию с нами. Для того, чтобы проговорить, решит ли ПМЖ Кипра ваши задачи. Если решит, то мы начинаем для вас подбор вариантов. Мы это можем вам показывать онлайн какие-то, подготовить всю информацию, весь список, что мы будем с вами работать дальше. Вы нашли недвижимость. Параллельно с этим мы вас ведем по тому, какие вам документы нужно подготовить для ПМЖ, какие вам документы необходимо подготовить для банка. То есть полностью весь спектр услуг и весь спектр информации. Вот вы уже определились. Следующий этап – либо вы приезжаете на Кипр, выбираете недвижимость, подписываете договор резерва, и потом готовится договор основной, либо это делается все онлайн, оплачиваете. Для ПМЖ необходимо оплатить как минимум 200 тысяч плюс НДС, и после этого вы можете уже подавать документы, даже не оплатив полностью сумму 300 тысяч НДС. Пакет документов иммиграционный юрист отправляет в иммиграцию, и недвижимость строится, или уже готовится, или арендуется. Вы ждете подтверждения ПМЖ, когда ПМЖ, вот еще очень важный момент, когда ПМЖ получено, это не означает, что вам тут же нужно бежать, лететь на Кипр. У вас есть один год с момента получения подтверждения приехать на Кипр для сдачи биометрических данных. Ну, один год, да, в нашей жизни сейчас это целая вечность. Это даже несколько жизней. Ну что ж, дорогие друзья, я еще раз тогда попрошу, наверное, в чате опубликовать контакты Анастасии, хотя нет, вот они есть буквально недавно. Проговори еще раз, пожалуйста, я понимаю, что это, конечно, со слуха будет не очень, но вот как минимум прямой телеграмм, то, что людей может заинтересовать. А я сейчас даже напишу. Давайте. А, окей. И тогда прямой контакт... Анастасия. Почему-то первая буква стала большая, она должна быть маленькая. Понятно. Ну, это она автоматически все присылает. автоматически вот любит, да и вообще все системы любят с больших букв начинать. Но не в этом суть. Спасибо огромное. Я думаю, что мы большую часть вопросов осветили. Я предполагаю, что в ближайшее время мы еще в том или ином формате с Анастасией пересечемся, потому что вот эта история, которая взяла свое активное начало в начале текущей недели, она, безусловно, сейчас получит какое-то развитие. Конечно. И информации с каждым днем будет больше, просто потому что кейсов в ту или в другую сторону будет существенно больше. Поэтому остаемся на связи. Я думаю, что о многом мы успели переговорить. И буду очень рад скорой встрече, в том числе, может быть, и на Кипре. Да. Огромное спасибо. Огромное спасибо, Фил. Огромное спасибо всем вам, кто выслушал наш вебинар. И, конечно же, приглашаю вас на Кипр. И будем очень рады видеть вас и поделиться своим опытом жизни здесь. Спасибо огромное. Анастасия Яни, управляющий партнер Cypress Service International Realty. Филипп Березин, Прианру. До встречи и на наших вебинарах тоже. Спасибо огромное. Все, всем отличного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok